Всем привет! Хочу поделиться мнением по поводу автомобильного рынка во время коронавируса. Стоит ли сейчас покупать автомобиль, продавать, потому что способствуется это все кризисом еще. Вот, что будет, чисто мое мнение хочу по этому поводу выразить. Я жил в городе Волгограде, и у нас на данный момент начинает уже автомобильный рынок останавливаться. Автомобили задерживаются в агрегаторах объявлениях. Я по метку поставил себе много галочек, чтобы уведомляли меня о снижении цены, и все как поголовно за последние недели начинают сбрасывать цену. Я думаю, что это способствует тем, что люди увольняют с работы. Ну, те, кто устроены неофициально, тем вообще очень плохо. Вот, и они, чтобы как-то финансово себя обеспечить, продают свои личные автомобили. И хотят еще это сделать в короткие сроки, поэтому начинают снижать цену. Поэтому, мое мнение, сейчас стоит купить автомобиль, и очень дешево можно. А если ты еще занимаешься автомобилями, то сейчас можно вообще закупиться по очень хорошей цене. Особенно, если автомобиль требует рук, потому что достаточно хорошие ухоженные автомобили от собственников, они будут, мне кажется, по той же цене продаваться. Ну, на них цена не упадет. Это вот чисто мое мнение. И после того, как эта пандемия спадет, люди вернутся к своей деятельности, можно тогда хорошо распродаться и на этом заработать, грубо говоря, на автомобилях. Потому что потом пойдет восстановление экономики, работы, все это делали, все это делюгиями. Вот, мне кажется, темп будет очень быстро, и люди там за месяц, за два смогут там восстановить свои какие-то финансовые подушки и купить себе опять автомобиль. Или, если будет ситуация, что экономика еще рухнет там из-за доллара, то будет ситуация, как раньше к нам приедут братья-белорусы, потому что у них валюта стоит на месте, им будет выгодно покупать автомобиль в России и гнать их туда, к себе, за рубеж. Вот, за границу, точнее. Им это будет очень выгодно. В прошлый кризис они так охотно делали. Грубо говоря, видишь ликвидную тачку, там, какой-нибудь, не знаю, Солярис или Рио, и едешь, там уже стоит белорус, пачка денег. Они даже автомобили, по сути, не смотрели. Я сколько видел, они просто приезжали, автомобили с документами порядок, они едут сразу и все, как деньги отдают, там, одним днем все делают. Потому что в тот раз это почти было, там, в два с половиной раза скаканул. Сейчас там процентов на 30. Но им даже сейчас будет выгодно хороший вариант, там, свежий покупать. Именно у нас будет. Тем более, если сейчас цены упадут и границы откроют, это сразу будет добрый путь. Поэтому, если вы хотите продать автомобиль, ждите, когда откроют границы с Беларусью, и они вообще ничего не боятся. У них ни карантина, ни самоизоляции, ничего нет. У них проводятся до сих пор даже спортивные соревнования. Вот. Все говорят, ходите в баню, пейте водку. Ну, у нас немного ситуация пострашнее. Власти предупреждают оставаться дома, мыть руки тщательнее. Ну, я думаю, что это правильно, оставаться дома и мыть руки. Как бы, если люди какие-то работают, я не понимаю, зачем работать людям, там, фотоксерокс, я видел, у меня некоторые знакомые ходили вот сейчас во время самоизоляции. Там, продажа порошков. Вот это, по-моему, лишние просто люди, которые хотя бы могли дома себя обезопасить, они сейчас вынуждены ходить на эту работу, потому что... Потому что у нас нет поддержки экономики. Вот. В Америке закрыли всех и как-то возместило государство. У нас никто ничего не возмещает. И не хотят вести карантин. Сейчас вроде как зона самоизоляции период. Если ведут карантин, то там будет немного поинтересней. В плане того, что будут какие-то ограничения, которые могут повлечь за собой административную ответственность. Ну, это, честно, мое мнение. Ну, ладно, не суть. Мы разговариваем про автомобильный рынок. Я себе приметил несколько автомобилей на покупку. Они сейчас стоят. Сегодня пришли уведомления, что цена снижена. Я думаю, что к ним вообще никто не приезжал во цене. Поговорить даже, если я сейчас позвоню, а лучше приеду, конечно, продавец обрадуется, что к нему хоть кто-то приехал, хоть какие-то он деньги из автомобиля может получить. И мы сойдемся на какой-нибудь свадкой цене. Ну, это мое мнение. Если нет, ну, значит нет. Ладно, всем удачи. Все, обязательно мойте руки и тщательно сидите дома.